Ура! Спустя несколько лет... Hammer++ получил крупное обновление, о котором сейчас и поговорим. Поехали! Итак, самое важное, что нужно обозначить. Наконец-то вы можете установить редактор без танцев с бубном. Ну, почти без. Если у вас установлен Garry's Mod 64-битной версии, вам нужно будет лишь извлечь файлы из скачанного архива и запустить приложение. Но если вы идейный противник 64-бит, не беда. Систему капиталистов можно обмануть. Временно устанавливаем бета-версию, архивируем папку и обратно откатываем Garry's Mod. А папку, разумеется, возвращаем на место вместе с её содержимым. Hammer, как видите, работает. Так, между делом Team Fortress 2, 64-битный и Left 4 Dead 2 тоже получили поддержку. А обновлённого хавера. Теперь о некоторых переменах. Во-первых, отныне рендер карты в редакторе происходит только в зоне прямой видимости, а не как раньше, когда мы смотрели в стену, но редактор рендерил весь проект сразу, убивая частоту кадров и вынуждая людей убавлять дальность рендера в настройках. Если вы вдруг задумались, можно ли теперь таким образом тестировать свои карты на оптимизацию видимости, не заходя в игру, отвечу – нельзя. Данный метод отрисовки в редакторе ближе к рендеру Source 2, чем к нынешнему. Во-вторых, для Light Environment добавили стрелочку для визуализации направления лучей света. Envisan, кстати, тоже можно отображать прямо в редакторе и подстраивать как душе угодно. Спасибо. Теперь при обнулении оверлеев вы можете с лёгкостью найти их через отчёт об ошибках. То же самое касается и пустых пропов. В библиотеке материалов добавили чекбокс для рендера альфа-канала прозрачных текстур. Ура, не прошло и 20 лет. И о более интересном. Отныне редактор поддерживает работу стороннего физического движка для симуляции физики. Вот что будет с банками по дефолту, если мы их заставим упасть. А вот что происходит при подключении вольта джойта. Но мою комментировать здесь нечего. Однако, автор не указал, где же брать нужный DLL-файл. Где файл? Где он? Где он? Вы, конечно, можете скачать архив из гитхаба разработчиков. Но заменив файл vphysic.dll, карты перестанут компилироваться. Однако физика заработает. Не знаю, кому нужны эти танцы с бубном. Надеюсь, разраб даст больше информации на этот счёт. Наконец-то спрайты больше не видно сквозь стены. Линия, ведущая клику, не красная, а цветастая. Ещё добавлена поддержка смешанных текстур, как в Блэк Мезе. Однако, Гаррис Мод всё ещё не поддерживает этот шейдер. Так что, по большей части, это бесполезная информация. Ну и ещё можно открывать карты, просто перенося их в редактор. Вот так. В целом, обновление привнесло много исправлений, связанных со стабильностью редактора и уменьшению затрачиваемых ресурсов. О самом главном и очевидном я уже упомянул. Всем спасибо, всем удачи! Тамодачи!